23 сентября по всей стране проходит всероссийская просветительская акция «Педагогический диктант» по девизам «Педагогические идеи прошлого, определяющие будущее». В этот день ученики 10-го педагогического класса школы номер один приняли в нем участие. Открыло мероприятие начальник управления образования Лариса Абрамова. Я думаю, что сегодня повод вспомнить Великого Ушинского, Великого Макаренко. Это те наши столпы педагогической науки, чьи идеи в принципе не то, что не устарели, но очень актуальны и сегодня. У вас будет сегодня уникальная возможность окунуться в мир педагогики. Я, конечно, вам всем желаю удачи. Организаторами диктанта в школе номер один выступили заместитель по учебно-воспитательной работе Светлана Джумаева, заместитель по воспитательной работе Елена Трубаева, а также преподаватель русского языка и литературы Хадижат Капланова. Особенность этого диктанта заключается в том, что разрешается пользоваться абсолютно любыми гаджетами для поиска нужной информации. Отметим, что диктант состоит из творческих заданий, где школьники должны в произвольной форме изложить свои мысли. Вам на эти задания отводится 150 минут. Конечно, вы вправе сдать решение ваше намного раньше. После того, как вы сдаете, вы получаете вот такой сертификат участника. Ребята, вы первые, кто получит сертификат участника педагогического. После ознакомления с правилами проведения диктанта, дикламатор директор школы номер один Фериде Алиева зачитала текст, который дает возможность участникам творческого испытания сформировать первичное представление о тексте на уровне общего смыслового и эмоционального восприятия. После чего ученикам предоставили сам текст для использования информации в решении задач диктанта. После написания и сдачи работ их будут проверять специалисты муниципалитета, после чего лучший из них направят для оценки на республиканский уровень. Продолжение следует...